Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о новых законных изменениях в январе 2023 года. В новом году объединяются две структуры – Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, новая организация, будет называться Фонд пенсионного социального страхования, сокращенно Социальный фонд России. Со следующего года нуждающиеся семьи с детьми и беременные начнут оформлять, получать, соответственно, универсальное пособие. Это вид социальной помощи, который объединит шесть различных мер поддержки. Средний размер единого пособия для семьи с детьми составит 13 900 рублей. Также будут проиндексированные пособия, например, единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2023 года составит 23 011 рублей. Его смогут получить также отдельные категории иностранных граждан. Обзор есть в телеграм-канале, подключайтесь, посмотрите. Также есть информация и по другим новшествам, изменениям в следующем году. А пособие, которое получают женщины, соответственно, в декретном отпуске в 140 дней, повысит до 383 179 рублей. Максимальный размер денежной компенсации по больничным арестам составит 83 204 рубля. В новом году сотрудники, оформленные по договору гражданского правового характера, также получат право рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности, по беременности, родам, по уходу за ребенком. Подробнее посмотрите обзор пособия на детей, пенсии с 1 января 2023 года. Ссылка есть в описании, а также обзор есть в телеграм-канале. По поводу мат-капитала, значит, в 2023 году при рождении первого ребенка родители получат 589 500 рублей. Если в семье родится второй и последующий ребенок, то сумма материнского капитала составит 779 000 рублей. Оформить мат-капитал могут в том числе вновь принятые в гражданство Российской Федерации матери-не-дети. Значит, программа материнского капитала продлена до 2026 года. По поводу пенсии. Страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров увеличат на 4,8%, а социальную планируют увеличить с 1 апреля на 3,3%. Минимальный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей, то есть в среднем пенсия вырастет на 1000 рублей. Значит, пенсионеры, которые уволили в сентябре, в конце сентября, а также в январе, получат пенсию в большем размере. Значит, среднестатистический россияне считает достойной пенсию в размере 46 500 рублей, об этом сообщает портал Superjob. По поводу МРОД. Значит, МРОД увеличит до 16 242 рублей с 1 января 2023 года и, соответственно, нельзя будет платить меньше данной суммы. И, соответственно, работодатели будут обязаны повысить заработную плату до нового МРОД. Также с 1 января прожиточный минимум в России увеличится на 3,3%, и, например, прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей. Для трудоспособных россиян 15 669 рублей. Таким образом, в связи с повышением МРОД, прожиточного минимума увеличится и практически все социальные выплаты, пособия пенсии. С 1 января 2023 года работники здравоохранения будут получать специальную ежемесячную надбавку. Об этом сообщили в правительстве. Есть отдельный обзор в телеграм-канале. Можете подсоединиться, подключиться и, соответственно, посмотреть этот обзор с полностью схемой выплат медицинским работникам. Например, врачи центральных районных больниц получат ежемесячную надбавку в размере 18 500 рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11 500 рублей. На ваших экранах есть данная сумма, вы ее видите. Также надбавки затронут средний медицинский персонал, фельдшеров, медсестер, скорой помощи и других категорий медработников. Также напоминаю, что до 31 декабря 2022 года лица из Украины, ДНР, ЛНР, лица безгражданств, которые прибыли в РФ после 18 февраля 2022 года, должны оформить необходимые выплаты. То есть пенсионные, социальные и другие по указу 586 президента России. С 1 января 2023 года временно прибывающие в Российской Федерации иностранные граждане, то есть из ЕАЕС по патенту, граждане Украины получат право на обязательное медицинское страхование. За данных работников потребуется платить взносы по ОМС, ФОМС, кроме ВКС. Напомню, что о продлении ОМС также иностранным гражданам, у которых есть РВП, ВНЖ, в том числе ЛИС безгражданств, РВП, ВНЖ, необходимо написать заявление, обратить в страховую компанию, чтобы продлить свой полис на Новый год. Также хотел бы обратить внимание, что в целях получения образования студенты, очники Госвуза смогут оформить разрешение на временное проживание, без квоты. Основанием будет очное обучение, справка об обучении и в последующем, после окончания обучения, можно будет оформить в течение трех лет ВНЖ. Основание РВП по российскому диплому, помните, для страны бывшего Советского Союза, также останется. И ВНЖ по диплому с отличиями на РВП, также в законе без изменений. То есть, этим основанием можно будет воспользоваться. Подробнее посмотрите обзоры, комментарии, в том числе в Телеграм-канале, обзоры на Ютуб, в разделе видео. В России установят административную ответственность научных организаций, которые своевременно не подали уведомления о переводе отчислений в академических отпусках своих студентов, иностранных студентов, естественно. Штрафы для юридов от 500 до 800 тысяч рублей. Кроме этого, с 11 января 2023 года у иностранных граждан появится право оформления ВНЖ в упрощенном порядке за инвестиции. Сумма, критерии инвестиций должны уставить в соответствующем распоряжении правительства, то есть Минэкономразвития. В ближайшее время, думаю, что появятся соответствующие распоряжения, постановления, будем ждать. В том числе и ВНЖ могут оформить и члены семьи, например, супруга, дети, родители и другие. Напоминаю также, что въехавшие в Российскую Федерацию до 29 декабря прошлого года, те, кто находится с целью везда, работа, кто недавно прибыл или кто собирается продлить свои пребывания свыше 90 суток, не прошли диктовоскопию, фотографирование, медицинское свидетельствование, обязаны это сделать до 10 января 2023 года, иначе могут получить соответствующее распоряжение о сокращении сроков пребывания. Следите также за оплатой патента. В 2023 году повсеместно по регионам меняется в сторону увеличения стоимости патента, например, Москва 6600, Ленобласть 4400, Тверская область 8800,1 рубль, Челябинская 6200 и так далее, и так далее. Значит, сведения есть в Телеграм-канале, ссылка будет также в описании. Внимательно ознакомьтесь и уточняйте в ваших управлениях. До 31 декабря можно оплатить наперед, то есть на следующий год по текущей стоимости. С 1 января обязательно смотрите новую стоимость, и, соответственно, оплата должна быть уже по новому авансовому платежу. Также следите за ежегодными уведомлениями по РВП ВНЖ, не пропускайте сроки, чтобы не аннулировали ваш статус. По рассмотрению новых законов о гражданстве ждем, когда выйдет на рассмотрение проект президента о гражданстве. Обещали, что до конца года рассмотрят, но пока на текущий момент без изменений, в том числе и проекты от «Справедливой России за правду», от ЛДПР. То есть на текущий момент пока инициативы по гражданству, по изменениям в законе о гражданстве не рассматривали. Но есть время еще, как только выйдет соответствующие изменения, поправка или одобрит закон, сразу будет информация в телеграм-канале на YouTube. Подключайтесь, будем с вами на связи. Также обращаю внимание, что с 1 января 2023 года большая часть бизнеса освобождается от проверок. Не позднее следующего рабочего дня, после заключения и прекращения гражданского правового договора, со следующего года нужно будет сообщать в Социальный фонд России. Должки по штрафам ГИБДД и другим задолженности будут списываться с ваших банковских карт, с ваших счетов, без соответствующих бумажных постановлений. Новая форма трудовой книжки вкладыш не ожидается, старые останутся действительными, их можно будет использовать. Также физическим и юридическим лицам в России станут оплачивать свои налоги, страховые взносы, сборы по единому налоговому платежу. И кроме того, у нас заканчивается со следующего года, в январе, скидка в размере 30% при оплате госпослин через портал госуслуги. Вот такие изменения новости. Также поздравляю всех с наступающим Новым годом, православных христиан, с Рождеством, успехов вам, всего доброго, до свидания.